Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это студия Центра защиты Одесситов, проект, который выходит в прямом эфире на Первом городском. И я его ведущий Алексей Асауленко. В нашей студии мы говорим о городских проблемах, ищем варианты их решения. Сегодня говорим о дорожной разметке. И сейчас я вижу такие скептические взгляды и непонимание, как можно говорить о том, чего в городе нет. Так вот, для того, чтобы это появилось в городе, появилось на дорогах, об этом нужно разговаривать и обращать внимание на эту проблему. В надежде, что городские власти отреагируют и заставят те структуры, которые отвечают за это, выполнять свои обязанности. Сегодня в моей студии два эксперта. Я их представлю после вводного сюжета. В прошлом году на дорогах Одесской области погибло больше 700 пешеходов. Для сравнения, от спида умерло в пять раз меньше людей. Но смертность на дорогах мало кого заботит. За год количество ДТП выросло на 20%. Многих жертв можно было бы избежать, если бы у нас была нормальная разметка. Со снегом в Одессе сходит не только асфальт, но и краска. Это участок фонтанской дороги. Здесь две полосы для движения, но никакой разметки. Водители двигаются исключительно интуитивно. Если вы велосипедист или мотоциклист, остальные могут вас просто не заметить. Лет 10 назад в Одессе появились красно-белые зебры из жидкого пластика. Они продержались очень долго. Но потом такие переходы посчитали излишней роскошью и вернулись к обычной краске, которая стирается за пару месяцев. В сентябре прошлого года мэрия наконец снова закупила пластик. Но до сих пор его почему-то на дорогах не видно. Пластик имеет плюс. Он действительно более долговечный. Он лучше стоит. Мы можем убедиться на примере той же разметки в районе оперного театра. Но в том числе, конечно, пластик имеет ряд минусов. Это в том числе связано с тем, что широкие пластиковые разметки небезопасны для велосипедистов, для мотоциклистов. Есть своя особенность, но сегодня могу сказать, что город сделал необходимую закупку по пластику. Могу сразу сказать, что пластика нам хватит. Вот здесь, например, положили новый асфальт. Но разметку так и не нанесли. Обычно чиновники прикрываются погодой. Мол, поздней осенью, зимой и ранней весной краска не сохнет. Но за границей с этой проблемой как-то справляются. Продолжение следует... Но то Европа. А вот так, например, выглядит пешеходный переход на Каймановых островах. Это в Карибском море возле Гондураса. Когда люди переходят улицу, сразу включается иллюминация на знаках и дороге. Все водители знают, впереди пешеходы. У нас на многих перекрестках годами нет даже обычной разметки. Люди переходят улицу на свой страх и риск. Чтобы она появилась, правозащитникам приходится идти коммунальщикам и заставлять их работать. Но и это им всегда помогает. Ну, сроки, назовите, что значит первая очередь? В первую очередь это неделя, две недели, три недели. Как погода позволит работать? Ну, вы напоминаете своего предшественника. Ему погода не позволила три месяца. Молодой человек. Идеальный переход тот, где люди чувствуют себя в безопасности, переходя улицу. Это главное правило, которым руководствуется в странах, где ценится человеческая жизнь. Что сделать, чтобы в Одессе стало так же? Разбираемся в студии Центра защиты одесситов. Мы в студии Центра защиты одесситов. Конечно, после просмотра ролика как-то становится грустновато, что у нас хуже, чем в Гондурасе с разметкой. В общем-то, будем стараться, чтобы что-то наладилось у нас, представляю наших экспертов. Михаил Кузакунь, экс-начальник коммунального предприятия СМЭП, общественный деятель. И Евгений Мельников, гражданский активист. Михаил, первый вопрос, наверное, к вам. Как вы оцениваете на данный момент ситуацию с дорожной разметкой в Одессе? Очень плохая. Добавьте красок. Красок? Отвратительно. Ее практически нет после зимы и, не знаю, после, может быть, неудовлетворительной работы коммунального предприятия СМЭП. Скажите, а когда должны были начать они работать, восстанавливать ее, наносить? Какой температурный режим позволяет это делать? Не в этом. Есть два типа материалов, которые наносятся на дорожное покрытие. Одна – это краска, дорожная краска. Вторая – это пластик. То есть по нормам ДСТУ краска должна выдерживать не менее полугода. Опять-таки, зависит от условий. Качество дорожного покрытия, интенсивность, скажем так, износа, зависит от потока транспорта и так далее. И пластик более двух лет. Но пластик наносится только на… должен наноситься, дорогой материал, наносится только на новое хорошее дорожное покрытие. А где у нас новое хорошее дорожное покрытие? Нигде. Вот, совершенно верно. Поэтому краска, а у краски – это полгода. Вот. То есть минимум должна она держаться полгода. Это по нормам ДСТУ. Соответственно, наноситься она должна в сухое время года, то есть когда погода недождливая, безусловно, и когда плюсовые температуры. Для этого нужны плюсовые температуры. При плюсовых температурах уже можно работать. Ну, то есть получается, что коммунальное предприятие СМЭП страхует себя тем, что, в общем-то, плохое дорожное покрытие, они не отвечают ни за что. То есть хорошего нет дорожного покрытия, мы нанести не можем. Нет, нет, не в этом дело. Как должно происходить? Они наносят все равно, это связано с несистемным подходом, с самой процедурой. Что значит несистемный подход? Ну, смотрите, смена руководителей, там, я не знаю, там, после меня уже, наверное, человек пять было. Я относительно недолго был и ушел со скандалом, своим личным скандалом, да, потому что меня не устраивала эта система координат, как она работала. Но я прекрасно почувствовал изнутри все минусы этой системы, и я могу однозначно заявить, что эффективным это быть не может, в принципе. Не может. Вот. И та смена частая руководителей, которые не всегда имеют отношение, образование имеют, которое связано должно быть с этими видами работ, да, она тоже накладывает свой отпечаток. В итоге мы имеем, что такое вот какое-то безрукое управление, не знаю, смена частой руководителей приводит к тому, что очень часто месяцами в городе нет разметки вообще, в тот период, когда ее уже можно наносить. То есть вот сегодня погодные условия были прекрасны для того, чтобы уже работать. Я не знаю, наносил сегодня кто-то разметку или нет, но думаю, что нет. Ну, думаю, что, конечно, это предприятие считает, что еще, наверное, бранновато. Евгений, вопрос к вам. Вы перемещаетесь по городу, знаете, все, наверное, больные места. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, знаете, как случаи из жизни, где хуже, где лучше. Ну, на мой взгляд, я езжу по городу тоже, мне кажется, что везде очень нехорошо. То есть, ну, есть же, где вообще полностью отсутствует, а есть, где чуть-чуть видно. То есть, нету такого, где четкое. Или есть? Ну, скажем так, в некоторых не видно местах, но это не, как бы, не принципиально, допустим, да, создает неудобства, но не влияет на… Евгений, ну, не принципиально это, если ты тут ездил 10 лет, и ты знаешь, как тут ехать. А для тех людей, которые приехали в наш город, заехали в наш город, и которые не знают и не видят разметки, для них, наверное, сложновато. Примеры, допустим, взять вот Арнаутский, да, там хаос, нет разметки, но они все движутся в одном направлении, то есть там хаос, четкой рядности нет, но в то же время, как бы, не смертельно. А есть именно смертельные участки, то есть взять ту же водопроводную, взять Грушевского, где отсутствие разметки, там скоростные участки, ведет к тому, что там происходят смертельные ДТП. Вот в этом есть и разница. У нас в Одессе было за последнее время? Да, у нас, ну, не за последнее, а за последние годы постоянно происходит, взять тоже Краснова, вот, там постоянный разворот идет на заправке, там сейчас жилкомплекс есть, то есть там разметка затирается буквально в считанные дни, потому что постоянно машины ныряют и постоянно там происходит ДТП и гибнут люди, то есть на выезде из города, то есть это те участки, где ее отсутствие, это действительно смертельно. Хорошо, скажите, а вот кто-то из общественников, может, знакомых, друзей, кто-то обращался с требованиями восстановления этой разметки в это профильное ведомство, предположим? Ну, постоянно идут обращения, даже через тот же сайт 1535, там я лично обращался, то есть я присылаю, там Жуковского вот есть участок, где уже второй год в связи с ремонтом двухстороннее, но в то же время разметка затирается в течение месяца и опять машины, троллейбусы все навстречки, постоянно там на подъеме ситуация. Вот я отправляю фотографии, говорю, что вот месяц назад вы нанесли, она стерта, мне присылают ответ с точно такими же фотографиями, говорят, все в порядке. Слушайте, я знаю принцип работы этого сайта, там должно быть написано, в какое ведомство передано информация, кто отвечает за решение вопроса. Есть же такое? Да, официально присылается. Куда передается это все? Это, ну, если я не ошибаюсь, это был или СМЭП, или Департамент транспорта и связи, по-моему, СМЭП. Через Департамент оно должно попадать в СМЭП. Ну, то есть они прислали... Да, и все спускается уже в профильное... Официально они мне прислали фотографию той же разметки, там буквально через пару дней, ну, они сделали свои же, через пару дней, то есть там, где затерто, ну, процентов на 60, вместо положенных 30, если я не ошибаюсь, вот. Они мне присылают точно такие же фотографии, говорят, мы выехали, разобрались, вот вам доказательства, что все в порядке. Хотя я им отправлял точно такие же фотографии с жалобой, что не в порядке. Идентичные фотографии? Да. То есть даже они не старые какие-то... Не, они сами сфотографировали, но тот же участок, то же место, скажем, что я им прислал. Скажите, а есть у вас, сохранились эти все фотографии? Давайте, может, мы попробуем разобраться вместе с этой ситуацией. Ну, и дальше шел... Жалко, что вы не захватили их сейчас, конечно, было бы интересно посмотреть. Дальше тоже разбирались, то есть вот и общался и с руководством, вот буквально недавно мне как бы показывали графики нанесения на этот, и что будет пластик, то есть и будет краска, причем пластик довольно-таки солидный процент они обещают. А что обещали, с какими-то сроками? Ну, там, где мне показывали, то есть да, там... А где вам показывали? Поделитесь. Документы в руках просто показывали, где распланированы месяца, то есть там идет все. Не помните так именно, чтобы точечные адреса, чтобы мы как-то ориентировались, может быть? Пастера планировали, водопроводную, но ближе к лету точно помню. Я просил, чтобы сделали пораньше, потому что водопроводная как раз тот участок, где разметка нужна уже сейчас и срочно, потому что к июню там опять могут погибнуть люди, то есть, ну, еще там не помню так сейчас по памяти. А вот вы говорите, просили, спрашивали, вы ведете какой-то диалог, вы с ними общаетесь, с кем именно? Я заезжал, общался с Илько, он меня принял, как бы все объяснил, рассказал ситуацию, то есть, ну, скажем так, довольно-таки позитивное было общение, но мне интересен результат. Нет, Александр Илько у нас был опыт, он реагирует достаточно оперативно, достаточно коммуникабельно. Вопрос там к директору КП СМЭП, там с ним большая проблема, а он в основном не хочет идти на контакт. Со СМЭПом очень все сложно и с пешеходными переходами, они такие абстрактные ответы присылают, что караул, когда просишь делать пешеходный переход, они, ну, нанести опять-таки разметку, возвращались. Ну, там восстановить, он когда-то был, потом исчез, вот там, допустим, через Шмита. Мне говорят, через Шмита не видим смысла, чтобы наносить переход, у нас есть на Осипова, есть на Пушкинской. Я говорю, ребят, я ему говорю, что попасть на Осипова или Пушкинской, я должен перейти из Шмита. Все, вот на таком уровне вот приходят ответы и, ну, другие варианты. Ну, вот то, что мы видели кусочек моего диалога с директором коммунального предприятия СМЭП, это как раз мы пришли с разметкой возле школ, возле учебных учреждений и спросили, ну, нанесите, и спросили сроки. И это был ответ в ближайшее время. То есть директор коммунального предприятия, которое должно отвечать за это, не может сказать, что погодные условия позволяют, в течение недели наносят. А все знают, ну, дождя нет, нарисовали. А тут в ближайшее время, понимаете? Все равно, в любом случае должны быть графики, во-первых, да, эти графики утверждаются. И я думаю, что, ну, не знаю, это совет или не совет, как от человека, который побывал внутри системы, из бизнеса, да, ужаснулся ей, скажем так, как она устроена, но я понимаю, как она хорошо устроена. Вам надо, под любимым общественникам и так далее, надо затевать, как это ни прискорбно, документы обороты. Вот, для того, чтобы получить четкий ответ, вам надо четко записать запрос. Они по закону о доступности к публичной информации обязательно должны ответить вам, в какие сроки и где, как бы это кому-то не хотелось, допустим, да, но они обязаны будут вам ответить обязательно, как и где, где и в какие сроки должна будет нанесена разметка. Вот и все. Это правильно так делать. Тогда у вас будет документ, да, на основании которого вы можете пойти к чиновнику и, скажем так, призвать его к ответу. Вот так поступать правильно. Так возникает ответственность, понимаете, потому что если вы просто поговорили... Это вот наш принцип, мы всегда учим людей, что только письменно. У вас все письменно оформленные обращения? У меня есть запросы и письменные, все, но вопрос в том, что разметка наносится каждый год. Вопрос только, сколько она, вот у меня лично забота сейчас не потому, что они там в графике, да, они ее нанесут, сколько она проживет после этого. Мне больше актуален контроль тем, качество краски, которое наносится. То есть качество краски никакое? Да, потому что она месяца не проживает, она начинает затираться. Что-то можете вы объяснить? Наверное, есть же какие-то разновидности краски. Смотрите, дело в том, что тендер, он так устроен на самом деле, да, тендерная процедура. Вот у нас уже эта система прозора, которая тоже, я считаю, позволяет грабить государство и воровать абсолютно, в принципе, так же, как и старая система госзакупок. Вопрос не в этом. Там она, с точки зрения вот таких чуть более-менее сложных вещей, там главный критерий – это цена. Понимаете? Вот, соответственно, выигрывает тот, у кого есть сертификат соответствия на краску, и у кого она дешевле. Ну, а как у нас говорят, дешевая рыбка, поганая юшка. Тут такой элемент есть, надо признать. Он есть, это несовершенная система, непрозрачная, очень сложная и в то же самое время крайне несовершенная система государственных закупок. Это остается по сей день. Я, например, этот вопрос мониторю. Ну, вот для меня было большим удивлением, я бы даже сказал, наверное, шоком, что холодный пластик будет поставлять то же предприятие, что и поставляло краску. Это возможно. Почему нет? Ну, это не то, чтобы возможно, это точно. Да, да. Это проверенная информация. И говорится о том, что, ну вот, я, знаете, я как простой человек, я не поверю, чтобы продавали плохую краску, да, а теперь будет хороший пластик. Там говорят, что пластик сложно испортить, да, или есть, или его нет, но все равно нюанс. Вопрос к специалистам, вопрос контроля качества обязательно должен быть. Кстати, я могу пару слов сказать вам о нормах ДСТУ, которые, на самом деле, существуют. Вы очень сильно удивитесь. Они существуют, действуют, это законодательная база. Это, вот, то есть дорожная разметка должна быть обновлена в течение 30 дней, если, значит, площадь износа, внимание, отсутствует более 30% площади износа. То есть ее должны в течение месяца обновить. Это норма ДСТУ. Если этого не происходит, значит, контролирующие органы, которые за это должны отвечать, они должны принимать меры. А сейчас только 30% находится, наверное, в лучшем случае разметки. Я думаю, что местами ее вообще нет. Но это такой комплексный вопрос. Я могу просто идем по букве закона, да. Видимость для нанесенных поперечной разметки менее 70 метров, продольной менее 90. То есть если вы в светлое время суток, да, когда, ну, возьмем так, при хорошей освещенности, при хорошей погоде, видимость для поперечной разметки менее 70 метров, то есть вы с 70, это приличное расстояние. Если вы ее не видите, значит, ее должны в течение месяца обновить. То же самое продольная 90. То есть вы же понимаете, что, наверное, сложно найти у нас сегодня в городе вообще, в принципе, разметку, которая соответствует этим критериям. Вообще тяжело ее найти. То есть ее можно поискать, конечно, но идти тяжело. Вопрос комплексный, но есть буква закона. Так вот, есть организации, которые абсолютно в установленном законном порядке обязаны эти вещи контролировать. То есть контролировать нарушение этих норм и правил. Эти нормы и правила, они связаны с безопасностью дорожного движения, с безопасностью всех участников дорожного движения. Как общественного транспорта, автомобилистов, так и пешеходов. То есть, я правильно понимаю, должны обращаться не в профильные ведомства, а какие-то инстанции, которые должны контролировать? Как инструментарий, конечно, почему нет? Есть у нас, значит, контролирующие органы сегодня. Это департамент муниципальной безопасности. Как это, опять-таки, не смешно звучит, той же муниципальной безопасности департамент. Мы знали, чем занимается этот департамент. Да, ну, он много чем занимается. Еще, это мы знаем, да. Но выполнение правил благоустройства территории города Додеса и принимает административные меры, этот департамент, то есть по статье 152 КАП, они обязаны в случае нарушения тех пунктов, которые я перечислил, если у нас нет разметки, они обязаны принимать меры. То есть выписывать протоколы о нарушении по КАП. Там, в принципе, довольно приличные суммы. Кроме этого, этим должна заниматься нацполиция, в которой тоже есть соответствующий отдел, который отвечает за организацию дорожного движения. Это не только они должны заниматься тем, что подписывают пешеходы и парковки, да, и так далее. Они должны заниматься, в первую очередь, я бы сказал, вот такими вот вещами. Потому что все эти вещи, от них зависит жизнь наших одесситов, наших сограждан. Ревенцированная служба полиции, это, конечно, отдельная недопетая песня. Мы сейчас говорим, как это должно быть в идеале. Я вот, вы знаете, мне сложно представить, что полиция этим занималась. Наверное, вот у полиции как раз, может быть, еще есть какие-то дела, может быть, даже поважнее, но это в том числе. Но муниципальная безопасность, мне кажется, что могла бы обращать на это внимание. Она обязана обращать на это внимание. Вопрос, а расскажите, какая должна быть процедура? Человек должен обратиться туда письменно? Как он должен привлечь внимание муниципальной безопасности, чтобы она начала действовать? В принципе, человек должен, это целый департамент, где работает очень много людей на сегодняшний день. Я там затрудняюсь сказать штатную стоимость, но у них их много. Я думаю, что вместе с, ну, наверное, уже там больше ста, под сто точно людей. То есть, кому обратиться можно найти? Да, да, можно найти. То есть, у них есть соответствующие, как бы, адреса, и я думаю, что можно, опять-таки, желательно в письменном виде обращаться. Потому что у нас, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, весь документооборот в системе, это абсолютно тонны бумаги плодятся, ничего не меняется. Даже если у вас есть компьютеры, если у вас интернет, если у вас почта, между чиновниками и чиновниками, то есть, любые отношения чиновник-гражданин, гражданин-чиновник, все равно это бумага. Потому что чиновники недобросовестные, и, безусловно, если у вас нет бумаги с его подписью официального ответа, он скажет вам, что ничего этого не было, я не помню, не знаю, забыл, упал, ударился. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, надо обращаться прямо в департамент, и в том числе в нацполицию, потому что у них есть специальный отдел, это люди, которые не работают на дорогах, у них есть специальные отделы, которые занимаются именно этими вопросами. А телефон какой-то, или где находится штаб? Ну, телефон я вам по памяти, конечно же, не скажу, у них есть два подразделения, одно подразделение находится в нацполиции, ну, адрес тоже, это Жуковского, вот, угол Решевьевская, вот, и второе, по памяти боюсь, ну, в общем, есть, это все есть, это доступно все в интернете. То есть, любому человеку современному взять, посмотреть адрес и написать им, указать на отсутствие разметки, они обязаны будут вам ответить, обязаны принять меры. И как департамент муниципальной безопасности, который у нас очень сильно большой, да, вот так и нацполиция, на самом деле. Я думаю, что это, конечно, к какому-то там скачку качественному не приведет, но, по крайней мере, они начнут шевелиться. Я так понимаю, что просто для них удобная ширма прятаться за 15-35 и что-то делать, в общем-то, в полсилы, а не в полную, как это должно быть. Я еще раз говорю, то есть, вот, имитировать диалог, имитировать что-то, какое-то действие, очень удобно, когда вот там с общественниками, там, активистами, просто мы общаемся, собираемся, что-то обсуждаем, это для власти кайф. Это сейчас тактика очень многих чиновников, взять общественника, похлопать его по плечу, сказать, все в порядке, спасибо, что пришел. Поэтому надо действовать, вооружаясь бумагой, это сегодня единственное правильное действие на решение, я считаю. Например, по бумаге Мало-Арнаутская, там, закатывается в бетон газон, строится парковка, устанавливаются знаки, парковка, натягивается трос, все как положено, ставится два Мерседеса поперек, красота, напротив ЖЭКа там. Пишется запрос, то есть, получая официальную бумагу от Одесс-транспорт-сервиса о том, что, да, мы проверили, документов нет, ничего не согласовано, все, присылают мне ответ, то есть, подпись, печать, все как положено. Что все незаконно, не должно быть так. Да, и все, и тишина дальше, о принятых мерах, чего? Я повторяю запрос, что согласно этого обращения. В смысле вы? Ну, я говорю… Я понимаю, вы задаете, в смысле, ну, да, нельзя, и что дальше? На что мне отвечают, то есть, проходит, ну, как бы с интервалом два дня, мне присылает департамент муниципальной безопасности уже ответ через этот же сайт, тоже с печатью, подписью, бумагой о том, что были, выезжали, перечень всех структур, и в конце написано, стоянка там, парковка согласована с Одесс-парк-сервис, все документы, все у них в порядке. То есть, разница между ответами два дня? Два дня, вот согласно документу, разница два дня? Сейчас, сейчас, нам надо уйти на рекламу, продолжим после рекламного блока. В студии Центра защиты Одесситов продолжаем обсуждать ситуацию, которая сложилась с дорожной разметкой. Это критическая ситуация в нашем городе. В начале нашей программы Александр Илько, директор департамента, сказал о том, что холодного пластика закуплено очень много, и хватит его на весь город. Но, к сожалению, по прошествии уже там полугода после его закупки, практически, не то что практически, но вот лично я не видел, где бы он был нанесен. Технологии его нанесения сейчас мы посмотрим и продолжим обсуждение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, только что посмотрели, просто красота неописуемая, обзавидовался. Я, например, как автолюбитель, хотелось бы, чтобы у нас было так. Михаил, к вам вопрос. Какие нюансы есть с этим холодным пластиком? Ну, он дорогой, по сравнению с краской обычной, он значительно дороже, это первое. Он токсичный при нанесении, то есть надо специальное оборудование, оно в СМЭПе есть. Кстати, и специалисты есть, хорошие специалисты есть для того, чтобы это заносить. То есть, как это ни парадоксально, производственный участок, там есть все для того, чтобы делать правильные вещи. Люди с руками, которые хорошо работают и могут это делать. Да, да. Вопрос в том, что пластик должен... Тоже есть норма, я затрудняюсь ее по памяти, честно сказать. Есть норма, пластик нельзя наносить на тот асфальт, который у нас лежит в городе. Его надо наносить, на самом деле, тоже будет нарушение. Это я так просто на будущее чиновникам, которые собираются это делать, говорю. Его надо наносить там, где соответствует дорожное покрытие. Понимаете, когда у нас весь город, все покрытие вот такое, там в ямочном ремонте и так далее, это называется, ну, мы будем мазать золотом, ну, я так в кавычках скажу, да, мы будем мазать золотом, ну, не знаю, там... Не продолжайте, я понимаю, о чем вы хотите сказать. То есть, должно соответствовать дорожное покрытие. Материал дорогой, прекрасный. Он стоит по ГОСТу, он должен стоять минимум два года. То есть, его вот по нормам эксплуатации, это при довольно интенсивной эксплуатации, он два года, зима, снег, любые погодные условия, он должен стоять. Но для этого нужно хорошее дорожное покрытие соответствующего качества. Поэтому я за пластик, потому что материал, во-первых, более современный, более износостойкий, и из него, на самом деле, можно делать такие вещи, которые у нас в городе, ну, когда-то где-то применялись, не принято вообще. Вот сейчас даже об этом речь не идет. Это, например, там... Ведь разметка, это не только полосы, вы понимаете, да, и не только пешеходные переходы, это стрелы, которые очень сильно влияют. Это тоже часть организации дорожного движения, влияют на безопасность. Это номера, не знаю, маршрутов могут быть, понимаете, которые тоже туристам. Ну, это мы сейчас говорим об идеальном таком, так как за рубежом. Но это все есть, это все нужно делать. Опять-таки, дорожный знак «Дети» дублируется обязательно. Там тоже даю подсказку, там, товарищам из МЭПа, которые сейчас там, я даже не знаю, кто там сейчас руководит, честно говоря. То есть достаточно много есть правильных вещей, которые при наличии материальных ресурсов, они сегодня у СМЭПа есть. Их надо реализовывать и делать наш город лучше. Знаете, вот у меня какое-то, знаете, как раздвоение личности. Получается, что я хотел услышать то, что сказал Александр Илько о том, что закуплена пластика на весь город, да? А вы говорите, что практически нигде его нельзя наносить. И эти два человека, которые один слушает вас, а другой Александр Илько, они не могут понять, зачем купили столько пластика, если наносить его нельзя. А может быть, я не знаю, может, господин Труханов, они планируют, может, в этом году много дороги положить, много асфальта положить. Мы же не знаем с вами. Мне объяснили, то есть почему пластик закуплен был, вроде как уже он есть запасы, но не спешили наносить. Как раз по той причине, что планировали, где его можно наносить, где его следует. Потому что мне дали объяснение, что был анализ всех этих служб и все, где собираются рыть, трубы менять, где покрытие менять, чтобы не носить этот пластик зря, что на следующий день придут сантехники и начнут там тянуть свою канализацию. То есть они пытались это все согласовать, в итоге выработался какой-то график, согласно которому они будут все-таки ее наносить. То есть Тираспольская будет вся в пластике, но больше нигде его не будет? Она будет в булыжнике. Там вообще нельзя наносить. Я не знаю, а где тогда? Там же перекрывают. Ну вот я же говорил, на каких-то участках, наверное, там где-то оставят. Я вам, кстати, советую как активисту, как человеку, который неравнодушен к этой проблеме города, так и сформулировать свой письменный вопрос к службам, к чиновникам. Мол, раз в нем сказали, что много будет пластика наноситься, пусть вам руководители профильных организаций объяснят, где они собираются его наносить. Потому что пластик – это наши с вами деньги. Это большие деньги, это дорогой материал. И от того, как он расходуется, считаю, что надо за этим тоже пристально следить. В первую очередь не интересовали скоростные трассы, хотя там надо уже, наверное, тоже оборудовать отбойники, то есть такие, как Грушевского, Красного, вот, по примеру, Среднефонтанской, то есть, возможно, то есть я не инженер, но я себя предполагаю. Не всегда можно таким образом, не всегда правильно делать отбойники. Потому что есть нормы по ширине проезжей части для маневра и так далее. Это тоже нормы ДСТУ, это регламентируется законом. То есть иногда можно сделать большую глупость и на самом деле привести этот участок к более серьезной военности. Хотя визуально не специалисту будет казаться, что вот мы это сделали там для народа, вот мы поставили отбойник. Это не всегда так. Это вопрос к специалистам, которые тоже в СМЭПе есть. Вопрос, руководствуется ли кто-то мнением этих специалистов. Я так понимаю, что не только СМЭП, еще должна полиция участвовать в определении все-таки. Да, безусловно. Это все комиссия обследует место и выносит решение. Все вещи, которые связаны с безопасностью дорожного движения, все изменения любые, обязательно все соответствующие структуры должны дать свою оценку и, соответственно, подписаться под темы изменениями должностные лица должны. И тут у них возникает ответственность на самом деле. По поводу полиции они очень любят то, что касается ведомства, которые отвечают. У нас есть два, скажем, ведомства. Есть отдел патрульной полиции, там ребята работают. Я вот обращался по поводу рекламы, они приняли меры, они даже демонтировали там с перехода в парочку вот этих лайтбоксов. Серьезно? Да, в то же время нацполиция есть у нас, превентивная служба, которая подписывает размещение этих сетилайтов, отвечает, что они делают все по закону и ничего не принимает меры. То есть две службы, которые дублируют. Мало того, идёт ответ о том, что нет ни одной у них факта о том, что произошло ДТП в результате отсутствия разметки, знака или ещё что-то. Хотя я как человек побываю, что, наверное, не знаю, на полтысячи ДТП, вот как там активист, как волонтёр, вот выезжаю всё. То есть факторов масса, помимо того, что привело вот прямое там, допустим, столкновение, есть куча косвенных вот факторов. Они все отрицаются, они не заносятся в протокол и ничего не делают. То есть если бы это всё работалось бы, то уже можно было бы привлекать и городские службы на бездеятельность. То есть я правильно понимаю, при составлении протокола от ДТП должно быть указано, если отсутствовала разметка, которая могла послужить причиной этого ДТП? Желательно. Реклама, перекрывшая обзор, разметка отсутствующая. То есть вот едет человек по водопроводной, знак движения только прямо, висит там где-то, где удобно с мэпа, а не там, где он должен быть, где-то в кустах. А дальше человек едет, разметка отсутствует. Он разворачивается. По факту там двойная сплошная должна быть. Врезается в него мотоциклист, гибнут люди в машине, гибнет мотоциклист. То есть там всё оформляют. Ну что, разворачивался через двойную сплошную. То есть всё, человека привлекают. Я могу сделать такую ремарочку. На самом деле есть аварийно-опасные участки, есть статистика. Это она обязательно. Есть аварийно-опасные участки в городе. Они всем известны. То есть, ну, если я не ошибаюсь, потому что это было давно, их более 50 с чем-то было. Это участки, на которых с завидной чистотой происходит несчастье, аварии, катастрофы, погибают люди. Не всегда есть решение этих, ну, простое решение этих вот развязок, этих вопросов. Но эта статистика, за неё наказывают. За неё наказывают в первую очередь, ну, сегодня это уже национальная полиция, да. Их наказывают, если статистика, это растёт. Поэтому я даже бы сказал, что, наверное, там есть определённое нежелание показывать эту статистику в полном объёме. Понимаете? Потому что я не уверен, что она отвечает действительности. Потому что вот эти вот аварийно-опасные участки, они, как правило, известны, они остаются годами аварийно-опасными. Хорошо, то есть получается, что когда в протоколах полицейский не указывает причины, будь то плохая разметка или ещё какое-то препятствие, это медвежья услуга городу, который не обращают ни инстанции, не обращают внимания на решение этой проблемы. Вы понимаете, доказательства... И тем самым прикрывая себя от тоже каких-то взысканий. В большей степени, да. Я не готов сказать, как действует наша сегодняшняя нацполиция, не готов сказать. Когда-то была такая ситуация, были такие ситуации, я вам её описал. Сейчас не берусь. Хочется верить, что сейчас это, ну, потому что, может быть, этот нюанс как-то не обращали на него внимания. Но тут вопрос в том, что по тому же лайбоксу вы сможете доказать, только пойдя в суд. Какой человек, ну, если, не дай бог, не произошло там какое-то серьёзное, какая-то серьёзная увечья и так далее, какой человек захочет иметь дело с нашими судами? Понимаете? Вот здесь несовершенство законодательства и ответственности. Ответ никакой. Совершенно верно. Вопрос несовершенства законодательства, несовершенства взаимодействия между власть, чиновник, общество, гражданин. Мы получаем в итоге, что кто-то виноват, но для того, чтобы кто-то виноват, это доказать и получить ущерб, либо наказать виновных. Вы вынуждены будете идти в суд. Хотя, с вашей точки зрения, как здравомыслящего человека, это может быть совершенно банальная ситуация. Как вы сейчас заметили, вот лайбокс, он закрывает, человек из-за этого попал под машину или ударился. Это всё вопрос к ответственности. Скажите, Евгений, вопрос к вам. А вот можете вы сейчас назвать три самых аварийно-опасных участка, на которых надо было бы там или удалить рекламу, или нанести прямо вот завтра утром разметку. Вот три вот таких участка. Вот сейчас мы попробуем, как это работает, знаете. Вот все о них знают. Идите, нарисуйте разметку. Ну, по поводу разметки, скажем, это вот можно брать скоростные участки, я же говорю, ту же водопроводную или красную. Ну, вот два участка, водопроводная, армейская, там, где с двух полос три, левый поворот выполняется, 25-я, Гайдара, то же самое. Буквально сегодня проезжал, там затертая разметка, мне надо налево с 25-й поворачивать на Гайдара, а мне навстречу едет маршрутка, которая, в принципе, и знает, это всё принимает правее, а следом машина за маршруткой не успевает принять правее. Хорошо, что все местные жители, все готовы к этому. Ну, там затертый участок, это уже надо. Даже Осипова-Успенская, они поставили там общежитие, переходы, всё, они поставили лайтбокс. Разметку чуть-чуть сместили, зебру, вот когда осенью наносили. Сейчас мы стоим на уже остатках разметки. Лайтбокс перекрывает светофор. Мало того, этот лайтбокс перекрывает, прячет за собой минимум 2-3 мопеда или одну машину, вот, который каждую неделю там происходит ДТП, каждую неделю уже там наблюдаю за ними этими всеми. Реакции ноль уже второй год. А вы обращались по этим годам? А когда последний раз обращались? Ну, вот последние ответы вот буквально там, не знаю, месяц назад пришли. Просто месяц назад ещё не позволяли погодную услуги. Что в ответе сказано? Всё по закону, всё отлично. Ну, по поводу разметки, скажем, я обращался, как раз присылал фотографии, и всё о том, что лайтбокс перекрывает. Разметка ещё была жива, и чётко было видно, что я стою посреди разметки, я не вижу светофор. То же самое польское Жуковского, там большой билборд. То есть две фотографии, два заявления присылает опять полиция, присылают все о том, что всё законно. Отстаньте от нас. Я могу сказать из своей практики, что я проводил в бытность своей работы в СМЭПе, недолгого, но, тем не менее, проводится анализ, на самом деле, всех магистралей. И у меня была целая комиссия, и мы начали демонтировать, и демонтировали огромное количество конструкций. Это было при мне, это можно проверить. Вот. Которые закрывали или мешали участникам дорожного движения. Вопрос в том, что система сегодня не позволяет это сделать. Человек, который сегодня руководит, он системный, он назначен. Я был самостоятельной фигурой, да? Насколько это, в принципе, возможно, я думаю, настолько я был самостоятельной. А сегодня я начальник, ты дурак. Вот эта неповоротливая, заскорузлая чиновничья система, она не позволяет эффективно действовать, понимаете? Поэтому должны быть самостоятельные инициативные руководители, которые не берутся на себя брать ответственность, и которые должны работать. Таких практически сейчас в городе нет. Это все одна система, механизм, из которой даже ни одного болтика вы не вытащите, вы понимаете? Вы можете вспомнить, чтобы кого-то там уволили, наказали или еще что-то? Отстранили. Нет. Не потому что нет изъянов, а потому что если вытаскивать эти болтики, вся система эта развалится. Ну, поэтому эта система так и держится. Один за другого. В то же время патрульная полиция создала прецедент. Они из трех лайтбоксов два убрали, один просто как бы игнорирует их распоряжение убрать. Сейчас вот потеплело, надо к ним, к ребятам поехать, познакомиться. Самое время сейчас убирать лишние конструкции. На самом деле, смотрите, вот это все структура грузополкома. Вот есть коммунальное предприятие СМЭП, есть там Одесса реклама. Это все можно решать, если вы руководитель, который заинтересован действительно в каких-то решениях, каких-то задач и вопросах. Вы можете решать это все на уровне, то есть правильно решать, на уровне горизонтали даже. Одесса реклама выдает разрешение. Вы пишете в Одесса рекламу, допустим, как организация, которая отвечает за организацию дорожного движения, что там в соответствии с таким-то, таким-то нормой ДСТУ не видно, закрывает, немедленно убрать. Это можно решить даже на словах. Просто никому это не надо, пока вы как активист сегодня, понимаете, не обратите внимания, не пойдете, не напишите, не сделаете сюжет. Вот проблема. Вот это проблема. Ответ присылают простой. В правилах о рекламе нету прямой отсылки к ДСТУ. И этот ответ приходит от управления рекламой и от полиции. Вы говорите, часть все-таки сносят или нет? Нет, просто два демонтировали под указанием патрульной полиции, а у нас есть еще превентивная служба нацполиции. И вот они и управление рекламой говорят о том, что в одесских правилах о рекламе нету отсылки к ДСТУ, нету к закону о рекламе, поэтому мы руководствуемся местечковыми правилами. И все. Скажите, а почему это дело, извините, почему это дело рассматривали именно это подразделение, а не те же, как те два случая? Ну, я пишу, писал несколько ведомств. А почему тогда третье они не демонтировали по инициативе полиции? Ну, ребята, как бы я им перезванивал, спрашивал, что они говорят... Говорят, мы два ели демонтировали, а третье уже сказали... Они говорят, а что... Ну, там у них сидит два человека, тоже, я так понимаю, пачка этих... Понятно, они сделали большую работу, но почему-то их не пустили туда, кто-то им не разрешил. Они выдали распоряжение или что. Вот два, я же говорю, что, возможно, разные рекламные агентства. То есть вот сейчас вот зима, то есть мне чуть... Вот сейчас будем... Буду узнавать, почему третье их проигнорировало. Но в то же время, вот до 2016 года были договора, спокойно, несмотря на пачку этих жалоб, там, запросов, там и всего остального, спокойно сейчас до 2021 года, то есть продлились. Мало того, тоже управление рекламой говорит, мы только подаем на исполком, а на самом деле все и выполняет исполком. Исполком это сколько там, 9 или 10 человек, все, крайнего уже не найдешь. Кто там за что голосовал. Это все решается за два дня. Вот поверьте, вот если есть действительно желание... Мне кажется, что желание очевидное есть. Нет, я имею в виду не общественника, а если систему... Вот сами рекламщики за несколько дней демонтировали там 50-60 конструкций. Я это помню, еще раз говорю. Это делается, если есть желание и воля. Политическая воля, если хотите. Михаил, такой вопрос к вам. Есть же такая, так называемая, красная линия, в пределах которой не могут находиться объекты, которые мешают обзору. Вот пару слов об этом. Потому что я об этом, ну, нашел информацию, А я смотрю, что в нашем городе ее, этой красной линии, не существует. Захотели построить, построили. Это касается норм ДСТУ вообще, в принципе. Это зависит от класса дороги. То есть там довольно сложная классификация. От ширины дороги, от того, сколько там потоков и так далее. От того, какой скоростной режим. Вот эти все вещи меняются. То есть меняется, я памяти вам не скажу, потому что я давно уже работал. Но эти все вещи, там целая идет технология. Если вам интересно, я могу вам сделать подборку хорошую, качественную. И вам, и вам. Мне кажется, что в этом, ну, в нашем городе не сильно придерживаются этого. Ну, опять-таки, тоже СМЭП называет Шмидта магистральной дорогой, ссылается на них, то есть тупиковую улицу. Там вот по обычным дорогам 30 метров от перекрестка должны перекрывать. У нас вот та же Успенская, Осипова, появляется новый МАФ. Появляется МАФ на Льва Толстого. На переходе прямо Льва Толстого, Новосельского. То есть он просто стоит, торгует сосисками, люди выходят. Смотрите, проблема в том, что эти нормы не всегда выполнимы. То есть они прописаны очень правильно. Но есть, допустим, у нас центр города, допустим, он старый. Есть такие места, где просто здания не позволяют. Понимаете? К зданию как раз вопросов у нас нет. Правильно, нет. Но если руководствоваться этими нормами. Ну, мы же сейчас говорим о букве закона, да? То есть логично и разумно, кроме этого, надо к этому подходить, к этому вопросу. Но очень много, я тут с вами соглашусь, огромное количество нарушений, совершенно очевидных, когда перекрывает участникам дорожного движения обзор. Из-за этого происходят аварии, и, не дай бог, даже погибают люди. Ну, есть, вот есть, стоит дерево старое, вот на Пушкинской, все, перекрывает светофор. Ну, не пилить же его. Старое, сухое? Нет, живое, живое, все. Кстати, по поводу тех же рекламных конструкций, когда я начал разбираться о лайтбоксах, светофоры поднимали на высоту, чтобы, потому что когда давали разрешение на размещение этих лайтбоксов на конкретных перекрестках, пешеходных переходах, они просто закрывали светофоры. И потом СМЭП, уже не знаю, за чей счет, но они эти светофоры на метр поднимали. Потому что управление, реклама, это деньги, они круче, понимаете, в этой системе координат. Поэтому СМЭП, он занимает какое-то пятое место, вот это, там, десятое, не знаю. Вот это тоже проблема. Взаимодействие между структурами. То есть сейчас нет желания одной из структур, или это невыгодно? Одна приносит деньги, вторая, может быть, деньги не приносит, понимаете? То есть это же вещи все связанное. Но страдают простые люди? Конечно. Мы имеем, да, мы имеем сотни погибших в течение года, то есть в Одессе, около двух тысяч пострадавших. То есть это людские жизни. То есть что касается разметки дорожных знаков, светофоров, все идет торговля людскими жизнями. То есть у нас нет, допустим, нигде знаков «главная дорога по центру города». Есть растепенная, нет главная. У нас работает через один светофор и лампочки пешеходный переход. Это все не просто «ах, повесили рекламу, вид испортил». Это, конечно, немаловажно в исторической части, но это жизнь человека. Вот этот лайтбокс, неработающая лампочка в пешеходном переходе, это минус ребёнок. Это просто любой человек там. Это жизнь. Лично меня это вообще возмущает до глубины души, то, что происходит. Скажите, может быть, мы организуем какой-то совместный рейд по проверке вот этих всех мероприятий, потому что как-то надо влиять на ситуацию. Вы знаете, я часто слышу о том, что какие-то инстанции принимают, какие-то меры предпринимают, а на самом деле не беря даже в состав этих комиссий ни общественников и не прислушиваясь к их мнению. Вот этот момент возмущает. Я, может быть, повторюсь, но вы понимаете, отсутствие системного подхода. Вот это самое главное в решении этих задач. Их нельзя решить мгновенно. Мы понимаем, в каком у нас состоянии находится. Экономика, хотя город пухнет от денег на самом деле. Пухнет от денег, а разметки нет. А, и пластика купили на весь город. Ну, нет дорожного покрытия. Я не знаю, что мы купили. Вы знаете, мы сейчас подытожим. Пластик купили, дороги нет, наносить некуда. Вопрос в отсутствии хозяйственного системного подхода, в том числе и в этой части. Но здесь эта часть очень важная, потому что действительно от нее зависит безопасность жизни одесситов. Поэтому я постараюсь вместе с вами быстро определить и подсказать вам наиболее проблемные участки. Я думаю, что для меня немножко освежу память. Это не составит большого труда. И я вам покажу, постараюсь объяснить, в том числе и суть проблем и возможность их решения. Потому что не всегда есть быстрое решение какой-либо проблемы и рациональной. Михаил, к сожалению, подходит время у нас к концу. Мне кажется, что нам удалось обратить внимание на эту проблему и разобрать ее по косточкам. Берите ее разобранную и решайте ее. Так вот, коммунальное предприятие СМЭП, наверное, не мешало бы начать наносить разметку в этом городе. Большое спасибо, что вы пришли в студию. Большое спасибо одесситам, которые смотрели программу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин